1xBet – надёжный букмекер! Делаете ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатываете больше! Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны! Регистрируйтесь на самом надёжном букмекере 1xBet прямо сейчас! Субтитры подогнал «Симон» Регистрируйтесь на нашем сайте! 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 Господи боже, какую кнопку тут нажимать? Ту, которая сбоку. Да знаю, знаю, я просто пошутил. Очень смешно. У тебя всё чисто? Да, да, только я и лунный свет. Как там наша старушка? Роя всё ноет про своё плечо, но это не проблема. Я пойду проверю, как они там. Хорошо, скоро увидимся. Эй, смотри, не попадись. Я говорю, вот бы у нас в своё время были такие. В смысле, чтобы бетон ломать? Нет, я про голени. У меня из-за этих чёртовых шнеков с тех пор плечо болит. Чёртовы отбойники. Господа, не будем забывать, что у нас время ограничено. 10 минут, 15 максимум. Да ты это час назад говорил. Это тонкая работа. Да брось. Вот не надо, не надо, я сказал. Ну, тебе просто повезло. Просто я не жалуюсь на плечи. Это была шутка. Господа, поехали. Меньше слов, больше дела. Сейчас посмотрим, помнят ли пальцы старые фокусы. Это хорошее хм или плохое хм? Держу пари, у него получится. Ну вот, что я говорил. Вот у тебя спина, у меня плечо. Почему Буч не заработал никаких профессиональных деформаций? Да сколько раз повторять? Я самый молодой из вас. Да. Стой. Подожди. Молодёжь, все вы одинаковые. Гури много, а мозгов мало. Так, какого он цвета? Вроде фиолетовый. Это пурпурный. Да какая разница? Разница в том, сработает ли сигнализация или нет. Да, да, тогда пурпурный. Значит, резать вот этот. Уверен? Обижаешь. У всего есть свой предел. Нельзя из железной руды сделать золото. Чего? Марк Твен. Ах, да. Марк кто? У всего есть свой предел. Ладно, за работу. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надёжном букмекере 1xBet прямо сейчас. Так, слушайте сюда. Кто здесь главный? Нет, я. А в чём, собственно, дело? Это ограбление. Это плохо. Полиция! Стоять! Ни с места! Похоже, вы поймали нас по личным. Рой, положи на место. Вперёд, пошли! Живо! Шевелись! Ромео Альфа, Ромео Альфа! Ромео Альфа слушает. Вооружённое ограбление в квадрате Е2. Хорошо. Уже едем. Чёрт, нужно идти. Ты! Как тебя зовут? Дэйв. Дэйв. Ты справишься с ними? С этими стариканами? Да, конечно. Да, да, уже идём. В общем, скажи, что ты их поймал. Что? Не хочу писать гору отчётов. А тебе, может, даже премию выпишут. Сечёшь и удали все записи с камер наблюдения. Там, где есть мы. Ну, будто они перерезали провода, я не знаю. Вот и молодец. Лиззи Дэвис. Здравствуйте, Анна-Мария. Хорошо выглядите. Ты тоже. Я начинаю понимать, почему Ричи снова запал на тебя. Меня попросили... Нет, на самом деле, ваши головорезы сказали мне, что вы хотели меня видеть. А ты заматерела. Уже не та девочка, которую я помню. Я давно не девочка, как, впрочем, и вы. Что вам нужно? Ты помнишь моих родителей? Да, Анна-Мария. Вашего са знают все. В следующий вторник будет ровно 30 лет, как он в тюрьме. Моя мать скоро умрет. Альцгеймер. Страшная болезнь. Врагу не пожелаешь. Да, мне, мне очень жаль. Мы нашли клинику в Европе. Они поддерживают ее в надежде, что моему отцу позволят выйти. Для того, чтобы проститься с ней. Но ему отказали? Они издеваются. Обещали пересмотреть его дело, но... Это все ерунда. Бывший начальник тюрьмы даже брал наши взятки, но так и не выполнил свои обещания. Сочувствую. Да, это была страшная авария. Знаете, мне кажется, что вы чего-то хотите от меня, но я не могу понять, чего именно. Что думаешь об аресте Ричи? Еще месяц назад я ничего об этом не думала. Но сейчас... Сейчас, когда он снова вошел в твою жизнь, Ричи просил передать, чтобы ты дождалась его. Вы говорили с ним после ареста? Ну, у меня свои методы. Вот это девочка, которую я помню. Короче, он забирается на балкон, открывает окно, забирает деньги, вылезает обратно. После этого слезает на землю. А другой наклоняется к нему и говорит... Подожди, залезай обратно. А первый ему, зачем? Мы же только что залезли. А другой ему, нет, все-таки залезай обратно. В общем, он залезает назад на балкон и спрашивает... Ну что? А второй ему говорит... Иди сюда, послушай, как этот парень храпит. Идти на ворьем. Ах-ха-ха-ха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Джордж Брикс. Легендарный, без преувеличения. Он заправляет всем в этой тюрьме. Не советую портить с ним отношения. Видите ли, в чем дело? Вы, ублюдки, похоже, не способны этого понять. Вы думаете, что вы неуязвимы. Возможно, на свободе у вас была защита, и вы могли жить, как вам вздумается. Защита, которую простые смертные и представить себе не могли. Но теперь, когда вы здесь, в застенках, вдали от тех, кому вы платили за свою безопасность, здесь вы такие же, как все. Вы уже не молоды. И никому не нужны. Миру наплевать на прошлое. О том, как было раньше, как принято, о том, как все якобы должно быть. Мир ушел вперед. Но вы еще лелеете память о старых добрых временах, когда честь еще что-то значила. Да, упадок – это прискорбно. Какой упадок? О чем вы? Люди забыли о хороших манерах. Вот вы перебиваете меня. Я говорю о том, что люди перестают уважать мудрость, молодую или старую. Раньше у нас была уверенность, но теперь у молодого поколения я вижу лишь заносчивость. Придурок. Раньше действительно было лучше. По крайней мере, тогда во всем был порядок. И уважали тех, кто заслуживал этого. Вы сидите в кресле управляющего не потому, что вы лучшая кандидатура, а потому, что ваш предшественник умер, и вы оказались под рукой. Меня назначили управляющим, потому что… Поздравляю, управляющая прайс, поздравляю. Вы одурачили их, но не меня. Я знаю людей вроде вас. За маской жестокости скрывается страх. Я вижу, вы запросили отпуск по семейным обстоятельствам. Судя по вашему лицу, вы мне его все равно не дадите. Ваш стиль общения не способствовал этому. Я потерял веру в систему. Попав сюда, я даже потерял чувство юмора. А теперь еще и шанс увидеть свою жену до того, как она умрет. Мысли о суициде у вас нет? Нет. Вы принимаете наркотики или препараты по рецепту? С каких пор наркотики – это плохо? Да или нет? Нет. У вас бывают приступы ярости или жестокости? Ну, конечно же, нет, вашу мать! Вы мочитесь в постели? Вы всем задаете такие вопросы? Значит, нет. Ричи Арчер, я много слышала о вас. Много хорошего, надеюсь. Нет, Арчер, абсолютно. Грабежи, вымогательства, похищения, поджоги и так далее и тому подобное. Тот поджог был досадным недоразумением. Газетчики опять раздулись в мухи слона. На вашем месте я бы не стал доверять им. Хватит! Вы будете обращаться ко мне только начальник. А моим охранникам будете говорить сэр. Неуважение будет сурово караться. Я понятно изъясняюсь? Да, конечно. Жестокость и агрессивное поведение будут сурово караться. Я понятно изъясняюсь? Да. Вы будете подчиняться правилам. Поступки будут жестоко караться. Да. Простите, а какие именно проступки? А сам как думаешь? Думаешь, ты особенный? Нет, вовсе нет. Вовсе нет, сэр. Вовсе нет, сэр. Думаешь, можешь вести себя как царёк с большим членом? С чем? С большим членом. Чёрт возьми. Подумай дважды. Не советую плодить иллюзии. Может, я и новенькая, но это значит новые правила. Пересечёте черту. И я раздавлю вас, не задумываясь. Ну-ка, Кричи. Удар у него, конечно, никуда не годится. Интересно, когда он успел увидеть мой член? Налево. Вам сюда. О, сюда. А вам сюда. Да, а вот и твой новый сокамерник. Привет, Дэвид. Я привёл к тебе нового дружка. Я же знаю, как ты не любишь быть один. Здорово, парень. Ну, пожалуй, я вас оставлю. Ну вот, располагайся. Будь как дома. Я полагаю заказать обслуживание в номер. Так же можно? Ух. Жалко. Всё могло быть намного быстрее. Рад наконец-то познакомиться. Ричи Артер. Джордж, выглядишь хорошо. Да брось, я вымытался. Что ж, поэтому я и здесь. Я рад тебя видеть. Почему здесь Буч и Рой? Ты должен был сделать это один. Ну ты же знаешь их. Преданы до последнего. Чем больше людей, тем больше риск. Не волнуйся, Джордж. Всё продумано. У нас мало времени. Я знаю, я знаю. Ты увидишь, Элис. Даю тебе слово. Я знаю, на тебя можно положиться, как всегда. Идём выпьем и пообщаемся. Лиз! Джимми Харпер, я давно тебя не видела. Я теперь живу в Испании. Купил коттедж недалеко от Ричи. Как дела, Лиз? Да, ну, знаешь, всё спокойно. С тех пор, как Ричи вернулся. А ты сама как? Джимми, ты знал обо всём этом? Об ограблении? Ну, конечно. Я сам был там. И даже крал золото. Да, очень смешно. Но зачем ты это сделал, Джимми? Неужели всё из-за денег? Или тебе острых ощущений не хватало? А в твоих словах есть смысл. Луи, мы раньше не встречались. Меня зовут Вик. Я тоже живу здесь. Я слежу за тобой. Наблюдаю. Ты не выпендриваешься. Мне это нравится. Ведёшь свои дела тихо и спокойно. Это хорошо. Знаешь, на самом деле, весь блок любит тебя. Прошу вас, если вы думаете, что я что-то сделал не так, это не я. О, ты меня не понял. Я не думаю, что ты сделал что-то плохое. На самом деле, даже наоборот. Так, отпустите меня, пожалуйста. Прошу вас, отпустите. Сначала ты должен кое-что сделать для меня. Всё, что угодно, только попросите. Луи, в этих стенах мне не нужно ничего просить. Я просто беру. Скажи мне, Ты знаешь речи Арчера? Арчера и его банду? Да, их все знают. Хотите, чтобы я убил его? Убить? Скажи, ты хоть раз в жизни убивал кого-нибудь? Нет. Но вы же этого хотите? Ну, когда-нибудь ещё придёт твоё время. И свою первую жертву ты запомнишь. И ужас в их глазах, когда ты лишаешь их жизни. Поэтому я больше люблю брать. Что вы делаете? Нет, нет, стойте. Ты прав, Луи. Я хочу смерти Арчера. Но проблема в том, что он находится в другой тюрьме. И вот вопрос. Как мне до него добраться? Я сделаю всё, что захотите. Конечно, сделаешь. Зачем вы это сделали? В другой тюрьме такой роскоши, как здесь, у вас не будет? 357. Что это? 300, мать его, 57. Столько месяцев я провёл в заперти. Это ровно 10 873 дня. Может, потом я подсчитаю и часы, и минуты. Когда вы сойдёте с ума? Я уже сошёл. Тише, тише, ради бога. Вы слышали новости? Банду Арчера взяли. Я думал, это вас обрадует. Обрадует? Оказалось, что Ричи Арчер в другой тюрьме. В 20 милях к югу. Поэтому добраться до его вонючей камеры и вырвать ему сердце будет относительно сложно. Не находите? Он же сейчас за решёткой. Убрать его будет не проблема. Нет, Дональд. Его смерть от естественных причин меня не устроит. Хотите, чтобы я что-нибудь организовал? Нет. Нет, не надо. Я хочу быть рядом, когда это произойдёт. Я хочу видеть это собственными глазами. Я хочу, чтобы он знал, что это моих рук дело. Но перед тем, как отнять жизнь Ричи Арчера, я хочу сделать ещё кое-что. Что именно? Их держат в тюрьме в Белкин-Вути. И в Белкин-Вути сейчас новый начальник. Наш общий друг. Прайс. Официально Прайс. Как нельзя, кстати. Будь добр. Устрой ей встречу с Гарри. И попроси её организовать небольшой реюнион. Вик, я не... Просто сделай это, чёрт тебя тери! Ты должна это сделать, и ты понимаешь это. Но это, это просто не моё. Понимаешь? Я не часть вашего мира, но это не так. И хочешь ли ты этого или нет, ты часть жизни Ричи, а значит, что теперь и часть моей. С бандой Арчера стоило считаться. А Ричи... Ричи — это отдельный разговор. Ну, ты знаешь, как это бывает. Да. Всегда есть кто-то выше тебя. Ричи. Мой отец. Бог. Ты знала, что мой отец взял на себя одно из преступлений Ричи? Ему было не избежать заключения, поэтому он признался в нём, чтобы Ричи был на свободе. Но тогда я... Борис... Но что мне? Что именно мне нужно сделать? Поговорить с одним старым другом. Убедить его, что нам нужна его помощь. Что Ричи нужна его помощь. Что? Кто? Что, чёрт возьми, происходит? Как говорится, если я скажу, то тебя придётся убить. На самом деле, я так и поступлю, если ты хоть кому-то проболтаешься. Ещё берег. Господа, что... в чём собственное дело, мистер Брикс? Мой друг Ричи рассказал мне о вашем маленьком бизнесе. Понял, но так чего желаете? Сигареты, шоколад, журналы? Нет. Вы что, с ума сошли? Это... Вообще-то, это не совсем то, что обычно можно здесь достать. Вы точно этого хотите? Да, и я всё понимаю. И, к тому же, это будет стоить немало. За этим дело не встанет. Да, в таком случае, дайте мне пару дней. Сделаю всё, что смогу. Идёт. Чем скорее, тем лучше. Хорошо. Какой-то он нервный, не находишь? Так, так, так. Кто тут у нас? Ричи, мать его, Арчер. Прости, сынок, нам, похоже, нас не представили ты в другом. Меня зовут Рейзер. И я тебе не сынок. Ну, так что? Теперь у нас появилось старшее поколение? Чёрт возьми. Золотые слитки. Восьмидесятые давно прошли, а вы, тупые стариканы, до сих пор живёте в прошлом. Пора бы уже тебе научиться манерам, друг мой. А тебе пора идти решать грёбаные кроссворды, дедуля. Придержи язык. Господа. Так он знает Джона из Уост-Энда? Да, кто бы мог подумать. Как тёсен мир? Я надеюсь, что Рейзер за время своего пребывания здесь научится уважать старших. Давай, Рейзер. Извинись. Я ни перед кем не извиняюсь. Я сказал, извинись. Я просто развлекался. Я бы не назвал это извинением. Попроси прощения. Прошу прощения. А теперь проваливай. Кера, ты уставился. А с виду хороший мальчик. Просто душка. А это что за ребята? А, да они спорят уже многие годы. Это семейное. Началось ещё до того, как они попали сюда. Но Рейзер приходилось пару раз угрожать его людям на свободе. Похоже, пора освежить ему память. Вик Фэрроу скоро будет переведён. А вы, миссис Маэстро, позаботитесь о том, чтобы он попал именно в вашу тюрьму. Что? Вы оглохли. Господи! Я ни разу не убивал женщин. Но в связи с вашей должностью мне хочется сделать исключение. Но я... Я не могу сделать этого. Это невозможно. Ну, это в ваших же интересах. Потому что если вы этого не сделаете, я понаделаю у вас дырок. Вы этого хотите? Нет, я так и думал. это, я так ииск, и clever, здесь, Que сыр, и이�чи, другую, и то, и są в jersey, Ты напоминаешь мне одного моего хорошего друга Ты напоминаешь мне Руки вверх Сейчас, наверняка ты принёс мне что-нибудь, да? Всё может быть, всё может быть Слушайте, ну вы знаете, что я сейчас скажу, правда? Но сначала покажите плату Чёрт возьми Да, да, хорошо, я всё понял Добыт в Южной Африке Огранка в Тель-Авиве Везён в страну через Антверпен Бери Ну вот и всё Знаешь, я бы на твоём месте помыл его Хорошо Ты много благодарен Я так понимаю, карточки внутри нет Но ведь всё честно, это и так было непросто И ты только что поглотил свою плату Я знаю, знаю, мне просто нужно ещё немного времени А у меня нет ещё немного времени Нет, ну мне правда жаль Очень жаль Поймите Я вас не подведу Разумеется, чёрт побери Потому что в противном случае Буч найдёт способ вытащить бриллианты из твоего брюха Поверь мне Вряд ли это будет приятно для вас обоих Привет, Джек Чёрт возьми Вот как Ну, спасибо Не в обиду, но в последнее время, когда люди приходят ко мне Они обязательно чего-то хотят Но я же не человек с улицы Итак Вы пришли проведать кого-то? Или это касается Ричи? Вы часто приходите сюда? Почти каждый день Это меньше, чего она заслуживает Я не знала Соболезную тебе, Джек Да Она всегда говорила, что она останется вдовой, пока я на службе и разбираюсь с плохими ребятами О, значит, она и не подозревала Но ведь это действительно были разборки с плохими парнями Догадывалась, конечно Но никогда ничего не говорила У неё отлично получала земля ей пухом Да-да, очень интересно Но у нас есть дела поважнее Да уж, Райли, за все эти годы ты ничуть и не изменилась Сочту за комплимент Как пожелаешь Итак, в чём, собственно, дело? Не забывайте, я сдержал своё слово Твоё слово? Твоё слово? Коутон, ты даже не начинал Ричи ещё сидит Я знаю А чего он ожидал? Старый дурак В его-то возрасте Но сдаться это было частью плана Что? С чего бы ему? Значит, побег из тюрьмы Ему нужна твоя помощь, Джек Лидзи, я давно отошёл от дел Нам известно, что у тебя есть связи внутри Среди членов братства Я не хочу в этом участвовать Может, мне напомнить, сколько всего мой отец знает про тебя? Нет, нет, нет Ричи уже взял всё это на себя И на свободе только потому, что этого захотел мой отец Вам предстоит ещё долго расплачиваться, мистер Хоутон Джек, пойми, мы бы не стали просить о помощи, если бы она не была так нужна Да, очень смешно И план Б вы, похоже, не придумали Пожалуйста, Джек, ради Ричи Нет, я не буду этого делать Не ради тебя, не ради Ричи И в особенности не ради неё Только ради себя Всё равно у меня не осталось выбора Значит, твой старый друг Джек Хоутон должен выйти на связь Это тот, который из этого братства? Господи, только не дурацкие масоны Да какая разница, без него мы ничего не добьёмся Между нами и свободной Ещё как минимум четыре двери Когда-то ты бы назвал это достойным препятствием Чтобы вскрыть замки, нужно опуститься на одно колено Моя спина не в лучшем состоянии, не говоря уж о колене А когда начнём? Как только Чес принесёт последний кусочек мозаики Например, завтра, что скажешь? Пойду собирать чемоданы Чёрт возьми, это живая, мать его, легенда Что-то райончик начинает портиться Что здесь забыл Фэрроу? Это, сдаётся мне, всё неспроста Он пришёл за нами Может, башку ему оторвать? Началось Хотя этого я тоже не исключаю Но никому из нас не нужны неприятности Не хватало нам ещё, чтобы кого-то из нас вернули в карцер Фэрроу, подлец и ублюдок Что бы он ни задумал, он сделает это при первой же возможности Вот поэтому я и поднимаю людей Но это ничего не меняет Завтра всё по плану Ясно? Это, Вик, это большая честь Знаешь, я как-то забыл уже об этом прозвище Ну, спасибо, что помнишь, сынок Нам нужен кто-то вроде вас, чтобы следить за порядком Да, а я думал, у вас тут мистер Брикс всем заправляет А, этот старик, его время давно прошло Нужные лекарства здесь достать очень непросто Хочешь сказать? Вообще никаких каналов? Ещё как, развалили всю систему Он говорит, что наркотики — это вредно Ну, может, тогда нам с тобой стоит начать вести дела У нас новый начальник будет непросто А, предоставь её мне Я позабочусь о ней А ты пока сосредоточься на поиске подходящих людей Можешь рассчитывать на меня и моих парней И сколько же их? 25, как минимум Может, будет больше, если все узнают, что мы работаем с вами Поспрашивай Найди тех, кому не хватает вот этого И этого тоже Скажи, что я подгоню всё, что они пожелают Считайте, что наша армия стала в два раза больше Знаешь что, мой юный друг? Я считаю, что пора бы великому речу Арчеру Встретить свой конец Вы определенно хотите меня видеть, мэм Я не люблю, когда мне указывают, что делать В особенности под дулом пистолета Мне очень жаль, но... А ещё я не люблю, когда меня перебивают Интересно, почему вы так хотели здесь оказаться? Просто у меня остались кое-какие старые счёты И всё А кто ещё получит от этого выгоду? Так, значит, это ночное свидание вам нужно было лишь для того, чтобы сказать, что вы не хотите видеть здесь наркотики А, понятно Значит, нужно поделиться, верно? Я не понимаю, о чём вы Двадцать пять Неужели я так молодо выгляжу? Я польщена Тридцать Хотя я слежу за собой и правильно питаюсь Может, это вводит вас в заблуждение? Тридцать пять Позвольте, я выйду на свет А то тени скрывают мои мимические морщины Да Теперь я понимаю Вам определённо не меньше пятидесяти В нём есть витамин Д Для костей и зубов Если, конечно, у тебя ещё остались зубы Поживёшь с моё Посмотрим, сколько зубов у тебя останется Мистер Фэрроу хочет с вами поговорить Рой, ты сейчас что-то слышал? Нет, Ричи А ты, Бутч? Нет, наверное, послышалось Я сказал, мистер Фэрроу хочет с вами поговорить Вы знаете, сколько всё это стоит? Меньше, чем банка собачьего корма Собаки живут лучше, чем мы А я люблю собак Они не предают и всегда будут ждать тебя дома Заткнись Я к тебе обращаюсь, старый козёл Да, можешь передать мистеру Фэрроу, что когда я решу поговорить с ним, я приду и поговорю А до этого момента он будет и сидеть и ждать Надеюсь, ты запомнишь всё это Или мне зарубить это тебе на носу этим пластиковым ножом? В чём дело? Я спросил, в чём дело? Мой юный друг порекомендовал мне телятеру Наверное, очень вкусно Знаете, что я вам скажу? Тому, кто живёт в одной камере с Бутчем Сегодня понадобится противогаз Здравствуй, Ричи Какая встреча? Давненько не виделись Недостаточно давно, но Да брось, дружище Прекрати Не надо прикидываться Ведь мы просто двое парней из одного города, которые наконец-то встретились Что ты здесь забыл, Вик? Знаешь, я готовился к этому моменту долгих 30 лет И вот он, наконец, настал Я даже слов подобрать не могу Ну, не знаю Судьба Карма Хорошее слово Пусть будет карма Да уж, не думал, что ты знаешь такие слова Просвещаешь себя понемногу Просвещение – отличное слово В тот день, когда я узнал, кто меня подставил Это было настоящее просвещение Неужели ты до сих пор считаешь себя невиновным? Невиновным? Нет Я никогда не говорил, что я без греха Я не святой В отличие от тебя Но мы оба знаем Что я не совершал тех убийств, в которых меня обвиняют Никогда в жизни Жаль, только тебя никто не послушает Да уж Пока нет Не сейчас Но очень скоро обязательно услышат Очень скоро Все вокруг узнают, что сделал ты И этот кусок дерьма по имени Хоутон Отлично, карту ты раскрою Одну карту И твою даму Кармен Будет очень трагично Если с ней вдруг что-нибудь случится, верно? Что бы ты там ни задумал Я бы категорически не советовал тебе этого делать Только не надо строить из себя крутого парня На меня это не действует Я слишком хорошо тебя знаю В любом случае Что бы ни случилось с твоей дамой Это будет на твоей совести С этого момента, Ричи Ее жизнь в твоих руках Хармен, это я Папа, куда ты пропал? Боюсь, ситуация сейчас немного усложнилась Усложнилась? В чем дело? Где ты сейчас? Где я, это не важно Слушай меня очень-очень внимательно Собери вещи и приезжай на пару недель к друзьям, ладно? Папа, что происходит? Кармен, дорогая, я тебя очень люблю Просто собери вещи и вали из этого дома, немедленно Китайский ресторан, я слушаю Джимми, это я Прости, дружище Я тут как раз вожу концы с концами, о которых мы говорили Слушай, у нас проблемы Кармен в опасности Чего ты хочешь от меня? Хочу, чтобы ты как можно скорее вернулся в Испанию и защитил ее Уже в пути, и да Только сначала переоденусь Надеюсь, ты шутишь им Считаю, что тебе повезло А вот фотографии мальчиков Ах, Ричи, он не меняется, верно? Интересно, что еще я вас не знаю Это Ричи Привет Лиззи С тобой все хорошо? Вообще-то не очень, но нет времени объяснять Ты слушай, мне нужно, чтобы ты кое-что сделала Найди Джека Хоутона И спроси, не хочет ли он увидеть Вика Фэрроу Вик Фэрроу? Да, он здесь Не знаю, как он сюда попал, но он здесь Ты в безопасности? Зависит от того, насколько безопасно находишься в тюрьме Слушай, Вика угрожает добраться до Кармен Что? Найди Джека Хоутона Попроси его принести пленку Фэрроу Он все поймет Что это значит? Тебе это знать не обязательно, Лиззи Просто попроси его принести пленку с Фэрроу Я очень волнуюсь, Ричи И почем зря? Пока Ты же вытащишь меня отсюда, да, Ричи? Я человек слова Фэрроу это лишь небольшое препятствие Но что-то твой приятель не идет Нужно было залить ноги Фэрроу бетоном И сбросить его в Темзу Когда у тебя был шанс Я говорил тебе Я сделал все, что мог Ты же знаешь, я не люблю убивать людей Только если они не пытаются убить меня Ты всегда был иррационален Я знаю, что там, Гарри Твою мать! Прекрати это делать Тогда это буду не я А теперь Что тебе надо от меня? У меня есть для вас работа Я тебе не посыльный Найди и притащи сюда Вик захочет развлечься, когда вернется Я тебе не посыльный Что? Ты не пререкайся Я не один из твоих мальчиков на побегушках Мистер Фэрроу платит тебе А значит, ты делаешь то, что он говорит А это значит, что ты будешь слушаться меня Делай, что тебе говорят, старик Подробности в конверте Твоя подруга Дженни Помнишь ее? Ну, конечно, помню Что ж Ее смерть Ее убийство Она... Ну, ты знаешь, что случилось Да, знаю Она не принимала наркотики Ее заставили Поэтому это убийство Все знают, кто в те времена оттолкал наркотики Да Фэрроу Именно Но все равно Ричи попросил меня подставить Фэрроу так, чтобы он больше не вышел У Скотланд-Ярда было много нераскрытых дел Выбор был большой Газетчики назвали это бандитскими разборками Я собрал достаточно доказательств, чтобы повесить на Фэрроу труп Раньше все было намного проще Так что же на этой пленке? Какой-то мелкий жулик Зовут его вроде бы Фенвик В итоге он сидел за совсем другие вещи Но виновен был он Если бы ему предъявили обвинение, то все дело бы просто развалилось Значит, на этой пленке его признание? Да Но где она? В надежном месте Все очень просто Ты встретишься с Фэрроу, отдашь ему пленку Он отзовет своих псов и Ричи будет дальше думать о побеге Этой записи будет достаточно, чтобы Фэрроу освободили И даже с извинениями и компенсацией Тебя это устраивает? Я только хочу, чтобы мой отец в последний раз увиделся с моей матерью Ну что ж, детектив-инспектор, вот мы и встретились Да, я даже скучаю по тем временам Знаешь что, я думал, что к этому моменту ты будешь уже мертв А с чего бы это? Ну, у копов вроде тебя, когда они лишаются работы Не остается ничего, верно? Большинство из вас заканчивают жизнь либо с бутылкой скотча в руках, либо в петле Давай перейдем к делу Я бы сама убила его голыми руками Лиззи, посмотри на меня Все будет хорошо, поверь мне Но ты уверен, что ты сможешь сбежать? У тебя все готово Главная проблема, Вик Я люблю, когда вокруг полный порядок А Вике порядок – две вещи несовместимые Ричи, если что-то сорвется, ты можешь никогда не выйти отсюда Нет, я скажу тебе откровенно Мы с ребятами сами выбрали этот путь Может, это тот ад, что мы заслужили А как же я? Ты хоть на минуту задумался о том, каково сейчас мне? Ну, что тебе мешает жить дальше, а? Ты просто дурак А я надеялась, что у нас что-нибудь может получиться Ну, Лиззи Прости меня Неужели я недостаточно хороша? Никаких телесных контактов Простите, мистер Алли Правила едины для всех Знаешь что, если ты, к моему сожалению, умрешь сегодня от какого-нибудь внезапного приступа То можешь быть уверен, что как минимум одно полезное дело ты в своей жалкой собачьей жизни совершил Знаешь что, Фэру? Пожалуй, я поживу еще пару лет Просто тебе назло Я слышал, что за 19 лет проведенной здесь ты неоднократно писал прошение о помиловании Два отказа за последние два года, да? Три за четыре Ну, непринципиально Новый начальник будет вынужден изолировать тебя в одиночной камере если ты будешь предоставлять угрозу Ты понимаешь? Вы хотите, чтобы я убил кого-то? Твой новый сокамерник Старик, я легко могу убрать его И если это случится Ты знаешь, что будет Две недели в карцере А когда выйдешь одиночная камера в полной изоляции Твои замыслы темны и непроглядны, как самотемная ночь Но если ты будешь двигаться как молния Ты издеваешься? Это цитата Шин Цу Я знаю, когда люди начинают нести бред Так что лучше следи за своим грязным языком Или я вырву его у тебя быстрее, чем ты сможешь сказать Сайко Факеначо Тебе ясно? Да, мистер Фэрроу Молодец, Дэвид Я знаю, что ты здесь, выходи Да, я знаю Мистер Фэрроу передает привет Мне кажется, или чего-то не хватает Да, мозгов тебе не хватает Что? Что ты сказал? Покончи с этим А где Лизи Дэвис? В надежном месте Я же велел притащить ее сюда Существуют правила О, черт Только не начинай гнать эту высокопарную чепуху На дворе 21 век Крайс давно мертв И старые правила вместе с ним Никаких женщин или детей Работа есть работа А деньги есть деньги А теперь иди и без нее не возвращайся Да ты хоть знаешь, кто она такая Да мне плевать на то, кто она Мистер Фэрроу сказал, что она нужна ему И все Эй, где ты? Ой! Мистер Арчер просил попрощаться Жалкий ублюдок Я избавляюсь от тел своих жертв С помощью гидроксидокалия Очень эффективный способ Никогда не пробовал? С чего бы, конечно, нет А я думал, что да, учитывая твое прошлое Да что ты, черт возьми, можешь знать о моем прошлом? Ты знаешь, как обращаться с трупом? Тебя считают мастером в своем роде Откуда тебе это известно? Я много чего слышал Да, не сомневаюсь Говори прямо, чего надо Лежишь весь день молча, глядишь в потолок А тут вдруг о кислоте, о трупах заговорил Гидроксид калия Это щелочь Да мне плевать, я тут при чем? Да плевать, при чем тут я? Я просто хотел завести легкий и непринужденный разговор И все? Это единственная причина? Вообще-то... Нет Вик А он при чем? Он хочет, чтобы я убил тебя А, понятно И что же тебя останавливает? А когда я убиваю Я делаю это потому, что Мне доставляет удовольствие А не потому, что Какой-то выскочка Щелкнул пальцами Конкретно тебя я терпеть не могу Ты громкий Грубый И твоя личная гигиена Оставляет желать лучшего Но, тем не менее Мне неинтересно Убивать тебя Ну, спасибо на добрым слове Я полагаю Твои друзья В большой опасности Сначала ты исчезаешь Неизвестно куда Потом говоришь мне собирать вещи А теперь ко мне приходит Джимми Говорит, что ты в тюрьме Что происходит? Прости, дружище Ладно, я извиняюсь Я просто хочу, чтобы ты была в безопасности Не переживай Надеюсь, ты никому не рассказала? Нет, еще никому не успела Ладно, я Понимаю Понимаю Прости меня Рити Солушка, я тебе перезвоню Ладно? Что, черт возьми, происходит? Что, черт возьми? Неужели? Что, думаешь, я наслаждаюсь? Похоже, Вик начинает действовать Правда? А я и не заметил Отпусти его Отойди от него Хватит Я тебя предупреждал Джоуджи, мальчик, выходи Поиграем Ну где же ты? Почтальон пришел Ну же, Джордж Разве можно так обращаться Со старым другом? Когда же вы, придурки, поймете? Развернись и проваливай отсюда Меня не остановить Идем, Виктор Ну здравствуй, Джордж Как твои дела? Прости, что не пришел раньше Я был немного занят Что тебе от меня надо? Видишь ли? Я все пытаюсь посчитать Сколько времени прошло Когда мы с тобой В последний раз были наедине Вряд ли я назову тебе дату Но думаю, что очень давно Ну, времена меняются, Джордж Пока ты окружал себя Ходячими мускулами И зарабатывал репутацию Я поднимал свой авторитет Собственными руками Ты всегда был грязным подонком Надо было убрать тебя еще давно К сожалению, сегодня на это Ни у кого не хватит духу Ты так считаешь? Просто до тебя никому нет дела Никто о тебе не думает У людей есть дела поважнее, чем ты И теперь я вижу, почему Ты жалкий паразит Назойливая муха, от которой Никто не может избавиться Скажи Это у тебя Анна-Мария? Да, моя дочь Думаю, по краям Немного не хватает теней Она в последнее время Немного изменилась Хотя и так неплохо А как поживает твоя Элис? Не смей называть ее имя Ну, просто я слышал, что она Далеко не в добром здравии Альцгеймер, верно? Это ужасная болезнь, Джордж Когда люди забывают все И всех Место Знаешь, что забавно? Ты говоришь, что она твоя дочь Разве Элис никогда не говорила тебе? Что? Не упоминала? А, ну она не стала бы Она была так красива в свое время Просто великолепна Держу пари Сейчас она выглядит хуже некуда Года Жестокая штука Фленных не берут Но только не в моем случае Ну же, не тяни Но теперь, когда у нее Альцгеймер Она вряд ли вспомнит Ту ночь Когда я показал ей Что настоящий мужчина Может сделать С женщиной И ее телом Я пользовался ей, Джордж Как куском мяса И после этого Она с трудом могла ходить Я даже удивился Что она решила оставить ребенка В самом деле Глядя на Анну Марию Ты никогда не задумывался Что в ней есть что-то от Виктора Ты лжешь Как сказать Даже сейчас Ты не можешь этого отрицать Ты не можешь обмануть смерть, Джордж А я Твоя смерть 23 июля 1973 года В тот день Мы последний раз Стояли один на один В тот раз Я проиграл Но я сумел выжить Но в этот раз Я уйду сам Прекратите эту клоунаду Джорджу Бриксу угрожает опасность Отправьте кого-нибудь туда Сейчас же Сходи Проверь его камеру Он мертв Что значит мертв? Он мертв Его зарезали Черт возьми Ах ты ублюдок Остановите его Остановите Советую тебя остыть А то гости уже не те Могут не выдержать Ах ты ублюдок Ричи Привет То, что случилось с Джорджем Это печально Скажи это мне, урод Эй, я понимаю Ты расстроен Но если тебе понадобится помощь Просто попроси Ну ты можешь умереть долгой Мучительной смертью Было бы неплохо Нет Я намерен прожить еще долгую И счастливую жизнь Где-нибудь за пределами Этой вонючей дыры Спасибо твоей пленке Сегодня после обеда Придут мои юристы И мы будем ее слушать Да потом мы обсудим Размер компенсации Которую я получу от властей Кстати говоря О твоей кармана У фокусников Это называется Отвлечение внимания Ты же отправил Джимми в Испанию Чтобы он присмотрел За твоей ненаглядной дочерью Верно? А ему стоило быть здесь И приглядывать за Лизи Не спеши надевать свою улыбку Потому что ты серьезно обделался И она крайне неуместна Твой сообщник мертв А Лизи цела и невредима Брехня Ты лжешь Он не лжет Я знаю о чем вы думаете Мне тоже надоело это место Думаю нам не стоит здесь задерживаться Сэр Вам следует взглянуть Что за черт? Это не мое Возможно Но это точно не твое Карцер его Охрана Руки Развести всех по камерам Всем заключенным вернуться в камеры немедленно Немедленно Прошу прощения Я хотел поинтересоваться Получили ли вы мое прошение Отойди от меня Тебе сказано отойти Я спрашиваю Получили ли вы Мое прошение Я сказал отойти Сейчас же Живо! Субтитры сделал DimaTorzok Анна-Мария, мне так жаль вашего отца. Оставьте, мне не нужно ваше сочувствие. Вы действительно любите его, не так ли? Да, люблю. И я горжусь этим. Моя мать умерла во сне еще давно. Но я не могла сказать об этом отцу. Я думала, что он отчаится и останется в тюрьме. Ну, по крайней мере, теперь они вместе. Вы правда верите в это? Даже не знаю. Думаю, лучше всего просто надеяться и все. Если есть на свете рай и ад, то чтобы избежать оттуда, моему отцу опять понадобится помощь Ричи. Они не отдадут нам тело до кончания расследования. А оно может затянуться. Говорят, они нашли человека, ответственного за это. Но все мы знаем, чьих это рук дело. Дьявола? Он, конечно, не дьявол, но очень похож на него. Я оставлю вас. Лиззи! Нужно помочь им сбежать. Мой отец хотел бы этого. Нет смысла сидеть и лить слезы. Нужно действовать согласно плану. Джек, ты с нами? Знаешь, почему я здесь? Хорошо. Спасибо. О, скорее бы. Кормя тут просто отвратительно. И вид из окна мне тоже не нравится. Ты чертов идиот. Ты ведь не догадываешься, зачем я здесь. Разумеется, нет. Все, что тебе нужно сказать, это то, что ты хотел быть с ней. Я, конечно, понимаю, что нет. Заткнись и послушай меня для разнообразия. Ты, перед тобой, шикарная женщина, которая по непонятным мне причинам очень-очень любит тебя. Вы идеально подходите друг к другу. А такие люди встречаются не каждый день. Но все-таки. Джек! Но если и встречаются, нельзя отпускать их просто так. Держи за нее. И ни за что не отпускай. Потому что... Потому что никогда не знаешь, когда ее не станет. Итак, речь и мать твою. Арчер, знай-то, я не собираюсь подставлять своих друзей юристов, потому что не хочу участвовать в побеге. Но из-за... Потому что... Лизе заслуживает хотя бы попытки прожить остаток жизни счастливо. Ты понимаешь? Вы сами знаете, что делать. Ну что, может, пивка выпьем? Не-нет, я ухожу. Я смотрю, вы тоже не любите Рейзера. Враги моих врагов, мои друзья. А мне он сразу же не понравился. Чертовы наркоши. Я так понимаю, наркотики ты тоже не жалуешь? А что тут удивительного? Многие люди думают, что молодежь, которая попадает в тюрьму, сразу же подсаживается на наркоту. А почему ты недолюбливаешь этого? Как его там? Резин. Рейзер. Это я-то недолюбливаю? Да, похоже, это что-то личное. Что произошло между вами? То же, что между вами и этим новеньким. Если ты относишься к Рейзеру так же, как мы к тому мешку с дерьмом, я, возможно, помогу тебе свести с ним счеты. Рейзер убил моего младшего брата. Соболезную. Оставь соболезнования при себе. Почему? Я знаю, каково это. Ни хрена вы не знаете. Еще как знаю. Моего брата убила кучка мелких ублюдков. Так что поверь мне, я знаю, каково это, и мне действительно жаль. Ясно? Так что произошло? Мой брат ступил на скользкую дорожку. Но я был здесь, и некому было защитить этот ублюдок. Заманил его к себе. Связал, накачал этим дерьмом. После чего тот умер от передоза. Через две-три недели Фэрроу подтянет сюда свои связи. Тюрьма заполнится наркотиками. Его наркотиками. Поэтому Рейзер и крутится возле него. Два сапога пара. Ну что, черт возьми, делайте мне. У меня просто не хватит людей, чтобы противостоять им. Нет. По крайней мере, в течение дня. О, черт. Всем постам, говорит диспетчер. Всем офицерам явиться в диспетчерскую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, я тебя не потревожил, Вик. Просто хотел поговорить с тобой у тебя в камере. Ах ты, бессмозглый кусок дерьма. Значит, это всё твоих рук дело? Вик, у меня не так много влияния, друг мой. Что тут у нас? Полагаю, это запрещенный предмет. Я никогда не задумывался, почему твой брат пришёл ко мне. Не смей говорить о моём брате. Я задам тебе вопрос, и дальнейший исход событий будет зависеть от того, как ты на него ответишь. Готов? Давай. Ты помнишь её имя? Что? Имя. Назови мне её имя. Чё имя, чёрт тебя подери? А, ну, тогда я тебе подскажу. Ей было 16 лет. Хорошенькая была. И очень упрямая. Как её звали? Я не понимаю, о чём ты. Однажды она не вернулась домой. Её искали все. И семья, и друзья, и соседи. Как звали её? Неужели память внезапно вернулась? Чудо. Так как же её звали-то? Джейн! Нет, Вик, её звали не Джейн. Нет, не надо! Её нашли мёртвой в Лэмбетте. Она захлебнулась в собственной рвоте. Как её звали? Дженни! Её звали Дженни, будь она проклята! Дженни Уайт. Я не заставлял её ничего делать! Я предупреждал тебя. Столько раз я предупреждал тебя, не лезь в мою территорию. Ну, раз за разом, ты не слушал меня. Я помню её. У неё были рыжие волосы, голубые глаза, веснушки. Ты прав. Она правда была хорошенькая. А как она трахалась! Да, пожалуй, хватит с тебя, Вик. Думаю, нам обоим надоело этот разговор. Джордж был прав. Нужно было сделать это много лет назад. Слушай, ты хочешь отомстить? Да, ещё как, чёрт возьми. Что ж, я в этом кое-что понимаю, держи. Пусть отведает собственного зелья. Берегите себя, сынок. Постарайся остаться в живых. Куда мы? Начинается самое интересное. Был рад помочь, с радостью бы задержался. Но, боюсь, мне пора. Молоком. А-а-а! Ай-ай-ай-фак! Эй, тут один из ваших ранен. Ну давай, я знаю, что ты хочешь сказать. Одна голова хорошо, две лучше. Может, ты и неплохо выглядишь, но шутки у тебя хуже некуда. Что ты сказал? Давай, снимай с них форму. И возьми шашки, они могут пригодиться. Если они прорвутся, как думаете, кто-нибудь из заключённых сможет добраться до сюда? Сложно сказать, вся тюрьма раскрыта нараспашку. Вероятно. Сэр, дополнительные силы уже в пути и скоро будут здесь, сэр. Что скажете? Силу определённых обстоятельств. Может, мне принять командование? Нет, просто мне нужно пара минут. Я буду у себя в кабинете. Это они, открой дверь. У них должны быть карточки. Просто пусти их. Чёрт! Без паники, я разберусь. Прорыв безопасности, уровень 2-3-7. Так вам удалось? Думаю, ты хочешь пойти с нами, да? Ричи? Не волнуйся о нём. Всё будет в порядке. В порядке? Да он же психопат. Да, но не без этого. Я считаю, что слово «психопат» — это слишком. Неважно. Идём. Получай, ублюдок. Это тебе за моего брата. Удачи. Но выход в эту сторону. Мне ещё нужно зайти к начальнику Прайс. И мне не хочется огорчать её своим опозданием. Вот ты и попался, ублюдок. Сейчас посмотрим, из чего ты сделан. Я попрошу. Остынь, Буч. Без него мы бы не выбрались из этой части тюрьмы. Да ну. Вон, заодно с Хоутеном. Полиция будет здесь минута на минуту. Нужно спешить. Так что, теперь нельзя его убить? Буч, заткнись. Ради бога. У следующей двери поверните налево. Погоди, а ты куда собрался? В диспетчерскую. А кто нас выведет отсюда? Понимаешь, он идёт в диспетчерскую, Буч. Открою вам последние ворота, они выведут вас в тюремный двор. А теперь шевелитесь. Звучит рискованно. В этом и дело, Буч. Ещё один. Дэвид, прошу тебя, мы можем договориться. Ты же хочешь отдельную камеру, верно? Я могу это устроить. Я могу сделать всё, что захочешь. Всё, только, пожалуйста, не надо. Пожалуйста. Начальник. Ваши нытьё и слёзы не делают вам чести. И буду с вами откровенен. Ничего хорошего они тоже вам не принесут. Я только что проколол вам левую сонную артерию. Вы же образованная женщина, вы понимаете? Когда я отпущу вас и выдерну эту импровизированную затычку, у вас будет около двух минут, чтобы закончить свои дела в этом мире. И вот, ваше время пошло. Это не только была образованная женщина, но и строгая. Молоденько. Давай. 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 Она должна быть открыта. Доверять ему можно? Но он на стороне Хоутера. Полицейский перебивщик? Не самая лучшая кандидатура. Может вернуться? Он закрыл двери. Мы здесь застряли. Я знаю, это хмм. Это плохое хмм. Нужны люди в кроле Б. Лежи, не двигайся. Тише, Буч. Я достаточно проработал с ним и знаю, что в такие минуты ему нужна тишина. Тоже мне свободные каменщики. О, хорошо. Привет, друзья. А мы заждались. Столовая и крыло А небезопасно, сэр. Хорошо, так. Что вы делаете, сэр? Где же дополнительные силы? Кто вызывал вертолет? Кто вызывал вертолет? После закрытия проверить. Поздравляю, ребята, можно расслабиться. Да, пошутил я. Нельзя терять ни минуты. Доставай шашки, Буч. Ну и почему мы еще здесь? Не знал, что ты умеешь управлять вертолетом. А я и не умею. Мне очень, очень жаль, что Джордж не смог здесь присутствовать. Ричи, дорогой мой, ты сделал все, что мог. И у нас почти получилось. Ну, разумеется. Что ж, пора прощаться. Я хотел бы быть на похоронах. Знаю. Сделай одолжение. После этого, вот этого и вертолета, все, что пожелаешь. Присмотри за ней. За Лидии. Само собой. Пусть она узнает, как она тебе дорога. Уж постарайся сделать это. Ну ладно, вот ваши билеты в страну свободы. И на землю обетованную. А я думал, мы все в Америку. Ты уверена, что хочешь присоединиться? Хочешь ли ты взять меня с собой? А ты уверена, что хочешь знать ответ на этот вопрос? Погоди-ка. Хэммиш? Это что, шутка? Чем тебе Хэммиш не угодил? Я что, похож на шотландца? А это тут при чем? Хэммиш – это шотландское имя. Я тоже шотландец. Серьезно? Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Удобная штука. Да? Вот как мы теперь воруем. По-новому. Да, только в этом случае удовольствия меньше. Не спорю. Любому отбойному молотку я предпочту кувалду. Добрый день, господа. Сэр Эдвард, как приятно наконец познакомиться. Прошу, садитесь. Ну что ж, давайте к делу. Прежде чем мы начнем, разрешите поинтересоваться, вас случайно недавно не грабили? Простите, это все слухи. Нет. Это было здесь, в Лондоне. Не так давно. Один из ваших золотых резервов обчистили. Да, случай имел место, но преступники были пойманы. Но я слышал, что была и вторая банда, переодетая офицерами полиции, которая подменила золото. После того, как вы заявили, что грабители были пойманы, никто и не додумался проверить, настоящие ли слитки лежат в вашем хранилище. Но вот что самое интересное. Настоящее золото было переплавлено и снова продано вашему банку. И по чертовски выгодному курсу, кстати говоря. Трудно поверить, что существуют настолько жестокие люди. Зачем вы пришли? Зачем мы пришли? Чтобы вы имели возможность доказать нам, что под этим дорогим костюмом лишь самый обычный трусливый человечешка. У меня здесь тут список благотворителей, которым мы откровенно симпатизируем. Поэтому мы хотим, чтобы вы проявили свои филантропические чувства и сделали пожертвование каждому из них. Из своего кармана, разумеется. Я не собираюсь этого делать. Конечно же собирайтесь, если не хотите, чтобы ваше имя было на первых полосах завтрашних газет. Как видите, я подготовился. Я знаю все о ваших неучтенных активах и инсайдерской торговле. Это вымогательство. Вообще-то это шантаж. Вы правда думаете, что это вам сойдет с рук? А почему бы и нет? Ведь вам все сходило с рук многие годы. Единственная разница между нами – это то, что никто из банкиров еще не попадал в тюрьму. Только не надо рассказывать о том, что банкиры виноваты во всех грехах. Без банковской индустрии маленькие люди не могли бы покупать большие дома. Или дорогие машины. Вы хотели сказать «купить в долг». И поверить не могу, что вы сказали «маленькие люди». Большинство людей не может позволить себе такие вещи. Может, им стоит получше работать? Можно я его… Рой, Рой, успокойся. Имей уважение, он в конце концов старше нас. Ну, Рой прав. Если эти условия вам не подходят, позвольте предложить вам… Как это называется, Рой? Стимулирование сделки? Нет-нет, не подходит. Более привлекательные условия. Что вы теоретически можете предложить мне, что заставило бы меня передумать? Я бы назвал это угрозой, старик. Золото, которое было украдено. Золото, которое вам же и было продано. Кому оно принадлежало на самом деле? Да, им. А насчёт китайцев можно быть уверенным на сто процентов. Они очень-очень серьёзные бизнесмены. И очень ревностны в ведении дел. Поступите правильно. Это доставит удовольствие некоторым людям и удивит всех прочих. Ты был прав. Это пурпурный. Как думаете, с ним всё будет в порядке? Надеюсь, что да. Это дело выжило из него все соки. Вымытался. Ему нужен отдых. Нет покоя нечестивым. Кого это ты назвала нечестивым? В любом случае, отдых не помешает. А в идеале выход на пенсию. Ну не забудьте. Я здесь самый младший. Господи, будь. Ты говоришь это последние 30 лет. Будь ты проклят. Ерунда какая-то. Может, вверх ногами? Нет, всё равно ерунда. А стоит 3 миллиона. 3 миллиона. Надо было становиться художником. Всегда можно просто украсть. Лиди. Что? Не забывай о наших принципах. Никогда не воровать искусство. По крайней мере, плохое. Итак, Ричи, что дальше? Будем и дальше воровать золото? Ну, возможно. Но сперва мне нужно встретиться с одной пташкой. Какой ещё пташкой? Чёрной. Вот примерно такого размера. Она великолепна. Никогда не думал, что увижу её снова. Спасибо, Ричи. Это тебе спасибо, что согласился приютить. Ты так долго собирался сюда приехать, я уже думал приехать сам. Но у меня последнее время была насыщенная жизнь. Она определённо стоила того. Похоже, она пошла тебе на пользу. Ну, конечно. Рад был снова повидаться, дружище. Взаимная. Слушай, думаю, не стоит тебя задерживать. Вообще-то я надеялся, что ты останешься и поможешь мне в одном дельце. У меня тут некоторые проблемы с семьёй Тауэрмино. Да, Бороси, не староват ли я для таких дел? С возрастом приходит мудрость. Мы дошли же до грубой силы, но до них всё никак не доходит. И что же тебе нужно? Более мягкий и хитрый подход. Мягкий, хитрый, да, это по моей части. Почему мне кажется, что это предложение, от которого невозможно отказаться? Ты можешь отказаться. Но что-то подсказывает мне, что ты сам хочешь этим заняться. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok